БАРТ-РАДИО У нас такая встреча-знакомство, но в программе, я думаю, портреты, потому что это самое оптимальное название для передачи, потому как словами объяснить и рассказать, что за люди у нас и кто они такие. Итак, друзья, в первую очередь, ну вот как вы позиционируете себя советскими, питерскими, российскими артистами-музыкантами направления? Вот как вы для себя с точки зрения музыки? Ну, для артистов, конечно, это сильно громко. Большие любители хорошей российской, бардовской музыки. Не знаю, я считаю, что мы вообще никак не позиционируем. Мы поем в свое удовольствие, а пусть кому хочется, пусть тот нас так и позиционирует. О, отлично. Ну, хорошо. Давайте тогда иначе. Вас знают много-много лет в разных-разных городах. А почему? Ну, во-первых, потому что в разных-разных городах бывали, начиная много-много лет назад. Бывали, потому что жили в разных городах, бывали, потому что ездили по разным городам и продолжаем ездить. Ну, хорошо. Значимые события, которые повлияли на отображение вас в мире авторской песни, поскольку мы в данный момент на бортразе находимся. Расскажите, в каких ансамблях выступали? Что для вас было значимыми? Какие ансамбли, какие события? Ну, значимыми как, наверное, в каждой отдельной и моей, и гениной жизни, так и, собственно, в нашей совместной жизни, конечно, значимыми является все-таки авторская песня. Потому что благодаря этому движению, благодаря фестивалям мы познакомились. Когда я пела в дуэте с Володей Ильиным, и мы назывались Клуб Спектр, вот мы ездили по разным фестивалям, по разным городам, так и познакомились. А Гена в это время жил в Вильнюсе. Я думал, ты уже все расскажешь тогда. Ну, продолжай себя. Ну, прости про себя, наверное. Ну, я начал жить сначала все-таки в городе Киеве, потом учился в Каунасе, потом уже после окончания учебы по распределению попал в Вильнюс. И первое такое более сильное увлечение у меня был туризм. И вот уже в турклубе, будучи таким достаточно заядлым и опытным туристом, на одном из слетов, как раз один из основателей авторской песни в Вильнюсе, Тима Поташник, меня втянул в этот самый клуб, вновь возрождающийся, как и большинство клубов в 1986 году по всей великой и могучей стране. И, собственно, вот из Вильнюсского клуба я и начал свое потихонечку приобщение к активной песне, потому что, в общем, гитара со мной существовала еще со школьного времени, ну и, как и все, пели все, что не попадя, и лыжи у печки, и машина времени, и Битлз на корявом английском. А уже вот начиная с 1986 года, уже когда я обосновался в Вильнюсском клубе, вот тут уже начались более осмысленные и поездки на фестивали, и подбор репертуаров, ну и первое знакомство, которое вот уже больше 30 лет с нами, ну и знакомство, самое главное, вот целое на фестивале, вот как раз под Питером, в Сосновом Бару. Да, это было в 1989 году. Ух ты! Это, получается, сколько лет вы уже вместе-то? Ну, официально 30, а вот знакомство 32, получается. Вот в январе будет уже 33. Класс, 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 отличные цифры. Все это связано с песнями. Какая песня ваша? Ой, не одна. Нет, по жизни. Нет, у нас есть одна песня, которая как раз, у нас она считается... Мы ее называем, да, визитная карточка. Первая, да, визитная карточка или первая семейная песня, так как-то сложилась, что мы ее стали петь как раз вместе, первую, потому что, в общем, вот Алла пела с Володей много лет. Я, в общем, был такой слесарь-одиночка. Да, я в основном... У меня были попытки еще в Вильнюсе каких-то дуэтов, но в основном я пел один. И сейчас в нашей передаче прозвучит песня «Тимофеевка». Автор Алексей Лупов из города Новополоцк. Исполняют Алла и Геннадий Виксманы. Да-да, та самая визитная карточка. Отболела голова Бабы ходят стороною Тимофеевка трава Колется стернею Жизнь охрипшая сават Сохнет под луною Тимофеевка трава Что ты колешься стернею Я тебя не баловал Пьяною струною Все на удалю повал Спевшись с сатаною Думал сыснуть соловьем Убежать за ветром в поле На закате с ковылем Нашептаться в волю Да пророчит воронье Мне иную долю Не обсыщешь соловья Не догонишь ветра в поле Воля, волюшка моя Хуже, чем неволя Обливаюсь кровью я Да не слышно боли Отболела голова Жизнь проходит стороною Дождь рябину оборван Мокрой ветернею Тимофеевка трава Колется стернею Дождь рябину оборван Радио. Был прямо такой блок. Да, блок мы с Володей. Вдвоем с Володей, что-то пел я один, что-то мы пели втроем, что-то мы пели вдвоем с Аллой. Разнообразие было. Жиренькое, жиренькое. А последние годы, ну уже последние лет 10, у нас еще появилась Саилочка Белякова, с которой мы тоже познакомились в Самаре, на Грушинском, в 91-м году, буквально через неделю после свадьбы мы там были. И вот она когда-то уже оказалась в Питере, она преподает вокал, и вот мы с ней опять вторично встретились после какого-то там периода разлуки и стали петь теперь с ней втроем. И она очень многому нас научила, надо сказать, что очень много интересного рассказала про вокал, про то, как это все происходит, как это должно происходить. Я бы даже сказала, на нас она тренировалась быть педагогом вокальным, вот на нас она обкатывала все свои приемы, все свои, значит, к чему она приходила, практики. И вот мне лично это очень нравится. Я с удовольствием жду ее уроков, и мы прям с большим кайфом ей подчиняемся во всем. И она еще у нас, да, она под такой, ну, кличкой нельзя говорить, прозвище, такое ласковое прозвище у нас, Дирижорище. Да, наша любимая Дирижорище. Она не дирижирует. И вот мы долго шли к тому, чтобы записать первый диск, и, ну, на больше, чем на 50% точно, это все благодаря Эллочке и ее мужу Диме, который гениальный звукорежиссер. Вот, надеюсь, что мы уже год пытаемся записать второй. Ну, если не больше. Ну, не больше, где-то вот год, да. Ну, надеюсь, что он все-таки будет доделан, дописан. Это тоже все благодаря волшебным ручкам, которыми дирижирует Эллочка, и волшебным мушкам, которыми этим все слушает Дима. Ой, как здорово, когда все так складывается, когда рядом есть люди, которые добавляют то, чего, например, там у вас не хватает, или направляют. Это действительно самое чудесное. Или открывают в нас то, чего мы даже не догадывались. Сейчас мы послушаем с вами песню в исполнении Аллы и Геннадии Виксманов «Выше крыши». Музыка Елены Истратовой, стихи Геннадия Виксмана. В неуловимый предрассвет на ранний час На нем яркие звезды тают, а может, их уносит солнечный прибой куда-то в высоту. Признаюсь каждому из вас, что я во сне летаю, а значит, я еще расту. Этот шанс дается свыше, подниматься выше крыши, Выше крыши я лечу. Словно сон цветной я вижу, я взлетаю выше крыши и спускаться не хочу. Пускай у нас нечасты солнечные дни, и в облаках я порой витаю, Неважно, происходит это все со мной во сне или наяву. Мой ангел, ты меня храни, ты видишь, я взлетаю, И всех друзей в полет зову. Этот знак дается свыше, подниматься выше крыши, Выше крыши я лечу. Словно сон цветной я вижу, я взлетаю выше крыши и спускаться не хочу. Хочу над питерскими крышами парить, хочу над Таллином и Парижем, У тех, кто это хоть однажды ощутил, для счастья нет преград. Мгновенье смог остановить, лишь кто живет как дышит, Кому полет выше всех наград. Этот дар дается свыше, подниматься выше крыши, Выше крыши я лечу. Словно сон цветной я вижу, я взлетаю выше крыши, И спускаться не хочу. Этот дар дается свыше, подниматься выше крыши, Этот дар дается свыше, я взлетаю выше крыши, И спускаться не хочу. И спускаться не хочу И спускаться не хочу Так а всё-таки, можно ещё раз, вы там упоминали, Грушинский фестиваль, и так он же всяко не один раз повлиял на вашу жизнь. Ну да, на Грушинском фестивале с Володей Ильиным в 90-м году мы были дипломантами и пели прям с гитары, пели песню у Анатолия Киреева «Дождь». С Володей Ильиным мы первый раз в борзовке оказались в 90-м году. И вот тогда я увидела вживую уже всю команду. Даже не то, что вживую, а вот так близко, и уже с ними общались как с хорошими и близкими друзьями. То есть когда мы в предыдущие годы на Грушинском встречались с тем же Толиком Киреевым, Петя Старцев, это как-то был всё-таки какой-то такой, ну, наверное, официоз. Я только-только входила в авторскую песню, и все эти для меня люди были уже почти мэтры, не говоря уж о профессионалах. А приехали в борзовку, а там все одинаковые. Вот просто живые рядом, все в трусах, с гитарами, да. И вот мы прям с Вовой ещё больше стали петь Толика Киреева. А уже в 91-м году мы рискнули на Грушинский представить себя как квартет. И мы, значит, выступали Володе Ильин, Славу Ковалёв, Дима Лунёв и я. И мы пели Славину песню «Вероника». Вот с ней мы выступали на гитаре. Вот и Грушинский фестиваль. Ну, помимо того, что Грушинский фестиваль, в принципе, это каждый раз событие, и вот сейчас мы приезжаем уже спустя столько лет, уже даже большей частью не то же там где-то выступить, а просто посмотреть, вспомнить и окунуться, наверное, вот в воспоминания. И это всё равно всегда доставляет огромное удовольствие. Несмотря ни на какие там погодные условия, ни на какие разногласия, ни на какие изменения, всё равно всё время это праздник. Здорово. А есть ещё фестивали, которые для вас значимы? Прямо вот вообще. Ну, для меня, например, очень таким знаковым, я бы даже сказал, фестивалем был Норильск. Норильские фестивали в своё время были самыми известными, на мой взгляд, в стране. Ну, может быть, там после Грушинского и там ещё нескольких. Я там был четыре раза, так вот получилось, что я там был и участником, и, ну, когда-то ещё, когда там в конкурсах участвовал, вот там успел лауреатом стать, и уже гостин туда приезжал. Вот один раз мы были с Аллой, я был четвёртый раз, а вот там был один раз. Ну, это было очень такое впечатляющее зрелище. Всё это происходило зимой. Конец, последние выходные ноября или первые выходные декабря, кроме концертов в залах, там был такой выход в тундру, когда всем участникам выдавались желающим лыжи, там тёплая одежда, и вот этот вот Норильск, там минус 30, минус 40. Там не очень много, надо было пройти километров пять. Ну, не всегда было северное сияние, но вот один раз нам повезло застать. Но там была избушка с баней, со всем, что к этому прилагается. Ну, в общем, это было очень некое впечатление. Вот этот фестиваль мне очень запомнился, помимо, скажем, того же Грушинского. Были очень интересные фестивали, ну, поскольку я в основном, основную часть активной жизни КСПшной провёл в Вильнюсе, вот мы входили в так называемый западный регион и очень активно катались по Прибалтике, Калининграду и Белоруссии. И с тех пор очень много осталось любимых и авторов, и просто любимых людей, которых потом узнали как знаменитых авторов. А когда-то мы вот все начинали примерно в одно и то же время. И вот Леночка Казанцева, и Марик Мерман, и Саша Ивановна. Постарше был, но вот мы все примерно в одно и то же время, с середины 80-х ездили почувствую. А Леночка Фролова, наоборот, помладше была, совсем... Ну, в общем, плюс-минус, да. Совсем молоденькая девочка. Все в одно и то же время это всё происходило по фестивалям, которые проходили по очереди. То в Риге, то в Минске, то в Таллине, то в Калининграде. Они так же называли в своё время первый прибалтийский фестиваль, второй прибалтийский фестиваль. Вот эти вот фестивали тоже мне очень запомнились. Ну, мы с Володей тоже поездили. Самый, наверное, отдалённый. Отдалённый Е. Это был Ялта. Вот два года подряд мы туда ездили. И Мурманск. Ну, так, нормально. В одну сторону Ялта, в другую сторону Мурманск. Да, да, причём... Климатически это тоже... В Ялте мы были. Нельзя сказать, что летом это был октябрь. Но мы купались. Так с севера-то нормально. Были, да, молодые, задорные. А в Мурманске, ну, пурга-пурга. До клуба шли почти гуськом друг за другом. Прямо, как сейчас помню, в пургу-пургу. Ну, вот из недавних, относительно, там, скажем, за последние пять лет, если взять, конечно, невозможно не вспомнить фестиваль в Тарту. Вот мы два раза с Аллой там были, и оба раза это очень запомнилось. И вот сейчас, понятное дело, что такая... У всех в основном пауза взята, но мы очень надеемся, что... Да, хотелось бы. ...возобновиться, и мы обязательно туда, мы уже обещали организатору, что обязательно приедем, как только позовут, и как только он начнёт опять проводиться. И вот совсем недавно мы были на Кавказе. Вот это прям совсем для нас было открытие, потому что как-то за эти годы почему-то туда мы ни разу не направили своей стопы. А тут вот, благодаря нашим любимым друзьям из Самары, ребяткам Колесниковым, прям, я бы сказала, благодаря их нажиму, мы поддались и с удовольствием теперь вот поняли, что это было очень здорово. Да, в городе Лермонтове. Мы приобрели новые знакомства, очень-очень приятные, чудесные люди, и если будет получаться ещё, с удовольствием будем туда ездить. Хорошо. О чём ещё хотите поговорить? О людях, о песнях, о городах? Опять же, если вспоминать, вот прям вспоминать тепло фестивалей. Очень понравилось в Ярославле. Очень понравилось. Как давно вы там были? Мы тоже туда ездили два или три даже раза, да? Это летние, да, такой слёд. Это летние фестивали, это было где-то на 14-й, 15-й. Ну, я не помню, который раз мы были до перерыва. Один раз мы даже поехали и взяли с собой Сталину Мишталь. Ух ты. Это был прям вообще героический поступок, как с нашей, так и с её стороны. Ну, вот туда, в поля Ярославской области, да, соответственно, это уже прекрасно. Давайте немножко так, давайте, когда мы говорим о фестивалях, мы говорим ещё, собственно, об организаторах, да, если есть возможность о названиях, да, то есть, насколько я понимаю, Ярославских, да, это созвучие, да, это прекрасные Олечка и Миша Левины, это... Вообще команда у них, конечно, просто класс. Вот весь Ярославский клуб и сочувствующие, это просто герои. Мало того, что они ведут... Там можно перечислять и перечислять. Детские, вообще мощные такие программы, детские и фестивали, и какие-то просто концертные, и какие-то просто... Детям рассказывают обо всём, связывая это всё с музыкой, и как-то так логически это всё подводя к тому, что и с литературой, да, и вот с историей. И я, когда послушала их программу, я просто обалдела. Думаю, если бы вот таких педагогов было побольше, историю бы мы знали и любили. И пели бы её прям вот одной сплошной песней. Спасибо вам, дорогие! Может, когда-нибудь услышите это радио. Да, конечно, не раз брали интервью, и с Кои на созвучии были, и портрете на созвучии было, конечно же. Чудесно, когда жизнь даёт нам возможность встречаться с замечательными людьми. И встреча с такими людьми и приносит нам хорошие песни. Сейчас в нашей программе прозвучит песня «Море доброты». Музыка Владимира Ильина, стихи Екатерины Васючковой и Юлии Клыковой. Алла и Геннадий Виксманы. Крутит над вечной землей, Землёй, время, гончарный свой круг. Слышишь под этот размеренный стук Глина становится чьей-то судьбой. Если б суметь разорвать В кольца сплетённую нить И фантастический берег открыть, Берег, где время утратила власть. Мир, где все на «ты» Мир, где сбываются сны Плещет под солнцем оттаявших чувств Море доброты Время лишает надежд Время их снова даёт Берег, где ветер так молод и свеж Странников и лето шальное зовёт Жаль, долгожданный покой Краток, как летняя ночь Тёплого моря ритмичный прибой Смоет на лёд повседневности прочь Мир, где все на «ты» Мир, где сбываются сны Плещет под солнцем оттаявших чувств Море доброты Взмах календарных листков Шорох песочных часов Время звенящих цикад и сверчков Время любви возвращается вновь Пусть же, как старый гончар Время вращает свой круг Верной защитой от будничных чар Служит нам магия скрещенных рук Мир, где все на «ты» Мир, где сбываются сны Плещет под солнцем оттаявших чувств Мир, где все на «ты» Мир, где сбываются сны Плещет под солнцем оттаявших чувств Море доброты Море доброты Море доброты Море доброты Море доброты Да, вот еще нельзя не упомянуть, конечно, «Баранку» Тоже вот получилось так, что мы несколько раз ездили на этот фестиваль Значивый получился фестиваль Который он, поскольку мультиформатный То, в общем, что Андрей Баранов продвигал всегда И активно сам в этом во всем участвовал И вот так повезло С одной стороны повезло С другой стороны, в общем, достаточно закономерно На одном из фестивалей в Москве Мы познакомились с семьей Воронина Замечательных, которые этот фестиваль Много лет как раз его проводили Они нас позвали к себе Мы два раза к ним съездили И там, ну, настолько расширили круг Людей, с которыми интересно их слушать И просто общаться И это, в общем, такой достаточно тоже большой был вклад в нашу жизнь Ну и, конечно, да, нельзя не вспомнить В этом году мы побывали, наконец-то Нас тоже очень давно пытались туда затащить Я даже не знаю, почему мы Мы вроде не особо отбрыкивались Но как-то все не складывалось А в этом году сложилось И мы побывали у Саши Цилькера На Куджатском фестивале Да, это тоже, конечно На песнях Булата Ну, в общем-то, прямо глыба Как Саша это все Ну, Саша с Галей, конечно, вдвоем Но как это вдвоем можно осилить Я с трудом себе представляю Все мы когда-то побывали в шкуре организаторов Достаточно давно Но все равно все это помнится И, конечно, это просто достойно уважения Собрать, особенно в нелесном формате Столько народу и поющего, и слушающего И так это все Обставить такой красотой и теплотой Это, в общем, с удовольствием туда, я думаю Да, 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 конечно Ну, правильно, сделать серию совершенно интересных Уникальных концертов Подобрать для этого отдельных исполнителей Я уж не говорю, кто количество фестивалей Которые, в принципе, он проводит И на которые собираются самые разные Есть, конечно, люди, которые ездят вообще на все Но даже вот из состава непересекающихся Из количества непересекающихся участников Можно составить, ну, просто Такую сборную В общем, позавидуют любой фестиваль Нет, ну теперь-то вы что? Теперь вы попали Потому что как бы слишком долго Питера не было На песнях Булата Ну, зато в этом году его было очень немало Там прямо было такое действие Как песен и батл Нева Волга Что, кстати, там потом сочли Одним из самых интересных мероприятий Это действительно получилось Ежегодно Уже делили его ежегодно Но, в общем-то, на следующий год Обязательно его собираются проводить Главное, чтобы там была и Волга, и Нева А то иначе Ну, Волги-то там всегда присутствует, оказывается, много А вот за Неву мы уже теперь будем Нести какую-то ответственность Ну, теперь мы тоже будем агитировать И зазывать друзей Потому что, кстати, очень многие Кто, хотя, в общем, рекламы там достаточно много У всех этих фестивалей, которые Саша Цилькер проводит Но очень многие нам потом Ой, а что вы нам не сказали Мы бы тоже поехали А все почему? Потому что История-то в чем? Ну, вы же сами понимаете Что, с одной стороны, бардов-одиночек достаточно много А с другой стороны Ну, барда же это все-таки стадное чувство Да, я поехал, друзья, поехали А если еще есть кому возглавить То вообще все прекрасно Нет, ну, вот как для меня Если человек, которому Вкусу которого я доверяю Если он мне говорит, что туда надо ехать, а там хорошо То, конечно, почему же не поехать? Так что мы будем подыскивать достойную команду Прекрасно Для батла Вот, команду нужно формировать на берегу Хотя задумано на то, что оно будет там, да? И действует там Да, да, да А если подготовиться? Кстати, вот еще о чем можно рассказать И вот как раз тема Волга и Нева Очень там здорово вписались Может быть, это еще тоже на нас так повлияло Опять же, с подачи наших любимых колесниковых Они нас подсадили вот уже три года назад В такое действие Забавное под названием круиз Они нас сосватали артистиками Да, с артистиками Вступать на таком круизном теплоходе Который как раз шел из Самары в Питер И, в общем, это нас тоже довольно здорово увлекло Это совсем отдельное такое действие Не похожее они на фестивали Там действительно ощущаешь себя артистом Ответственным за то, чтобы люди, которые придут тебя слушать Им не было бы скучно Им было бы, ну, во всяком случае, приятно Поэтому прям мы совершенно с другой стороны К себе подошли, к своему исполнению К своему репертуару Ну и вот первый раз они Тут получилось как с борзовкой Туда тоже первый раз тебя рекомендуют А дальше уже, если заслужил, то пригласят Ну вот приятно, что после первой поездки Нам уже на следующий год позвали Еще через год Вот в этом году мы, в общем, и не планировали Но вот позвали, и мы с удовольствием приняли предложение И, в общем, это такое очень интересно И тем, кто, ну, как-то более или менее регулярно выступает Или следит как-то за поддержанием репертуара Очень рекомендуем попробовать Это действительно открывает несколько с другой стороны И, ну, в общем, как-то мобилизует И заставляет себя в форме держать И готовиться к этому соответствующе Вот такое новое действие для нас было А здорово, вы прям поулыбались Что для вас путешествие? Да вся жизнь это путешествие И прежде всего это удовольствие Вся наша жизнь это путешествие Ну, я уже говорил, что я, в принципе, туризмом занимался Папа меня привел и в туризм И, в общем, первые какие-то впечатления Тогда еще слова такого, конечно, никто не в голову не приходил Там бардовские песни или что-то такое Но поскольку он меня начинал возить ребенком на слеты Понятное дело, что это все звучало И как-то, в общем, откладывалось так Чтобы потом в какой-то момент отозваться И поэтому путешествие Ну, я занимался активно горным туризмом Я ходил в горы, ну, там На достаточно серьезном уровне У меня там несколько пятерок Если уж там каким-то цифрам приходить Разряды какие-то были Ну, и, естественно, что вся жизнь Поэтому любая поездка Это только всегда с удовольствием и вперед Пока не было вот этого, опять же, сейчас Перерыва временного, я надеюсь Когда мы никуда не можем съездить Мы достаточно много ездили по разным странам Где-то с песнями Где-то просто путешествовали Брали машину Составляли маршрут и вперед С другой стороны, может, вот эта вот Вынужденная изоляция Даже открыла нам какие-то моменты В нашей стране Из всего надо извлекать Хорошие Нет худа без добра А жизнь, она везде интересна Прекрасна Ну, лучше, чтобы добра было побольше А худо... Это да, это да Хорошо Какие люди, ну, с точки зрения авторской песни Мы, опять же, смотрим, да Повлияли на вас? Вот на Вик Сманов Вот так, как вы стали Аллой, Геннадий Ну, может быть, авторы Может быть, друзья Вот какие имена Вот сделали прям на вас Значимое что-то? Ну, трудно сказать, конечно Как вот на нас Уже как на дуэт семейный Потому что, конечно, все-таки Мне кажется Ну, закладывается все Более ранним То есть, когда мы еще существовали Отдельно друг от друга Тогда складывались какие-то предпочтения И увлечения И я уверен, что для меня это были Если уж говорить про авторов Естественно На чьем творчестве ты Как-то воспитывался И творчески как-то рос Если уж так красиво про себя говорить То у каждого наверняка Свои какие-то авторы Ну, я, например, могу точно сказать Что первые какие-то такие Осмысленные восторги Это, конечно, был Саша Иванов Я одно время его пел очень активно Причем, когда он ходил в моря И сам редко появлялся на фестивалях Я прям был такой активный пропагандист И исполнитель Его песен с удовольствием Ну, вот, конечно, знакомся с Марком Мерманом И какой-то период было Сильное влияние его песен И, в общем, до сих пор Вот мы уже кое-что с Аллой поем Не так много, но еще что-то поем Из его песен с удовольствием Потом, безусловно, для всех Это был такой глоток свежего воздуха Ивашенко и Васильев Все пытались играть, как они Все пытались там эти аккорды снимать Но я в том числе Еще не было возможности Как-то это все записывать на видео И как-то на слух Это подбиралось Но так или иначе Все равно это сильно повлияло Да просто даже на Игру на гитаре Ну и Имя, без которого точно Я не могу обойтись Это Олег Мерзаян В одно время я тоже пытался подбирать И играть Насколько возможно близко к тому Что делает он Ну и понятно, что Такая большая поэзия И в первую очередь Бродский Это было все через него Это вот От него было услышано И попытка Что-то такое Выразить у себя Из его творчества Это тоже, конечно, сильно повлияло Вот, наверное Потом их много, конечно, было Еще других авторов Собственно, кого мы поем Понятное дело, что это люди Которые Че творчество нам близко Но вот эти имена точно Для меня были Очень значимы У Аллы были свои Ну да, мы с Володей Поскольку Такие совсем были Лирическим дуэтом То у нас, соответственно И Репертуар в эту сторону Был Во-первых, Володя Сам писал музыку И Близкую К этой музыке Мы брали У авторов Тот же Толик Киреев Ну, конечно И как друзья И как Отличные музыканты И отличный дуэт Это Братья Мещуки Они Любимы И за песни И просто как друзья Тоже мы тоже Тридцать лет Да Прям очень Нежно и тесно А так Услышали Понравилось Спели Ленечка Сергеев Это прям вот Очень Нежные чувства И Действительно Ну такое вот Отношение Жизненное Какое-то То есть я когда Общаюсь с Леней Я общаюсь Со старшим братом Я общаюсь С таким Человеком Он вроде бы И не намного старше Но он такой Большой, теплый И столько всего Знающий Вот Родной И любимый То есть Ну, конечно За это время Очень много людей Дорогих Близких И Алика Мерзояна Я тоже очень люблю Брав Ура Ура Мир Дружба Ну если дальше уже так Углубляться В наше Высокое Великое творчество Тут конечно Опять же Сто раз Разворот Да Разворот Произошел Была борзовка Много раз Надо сказать Что я в свое время Для себя решил Что я в общем ничего Я в какие-то попытки Понятное дело Как у всех там В какой-то молодости Были Чего-то писать И с каким-то стихосложением Заниматься Кстати тоже Вот Сильное влияние Папы Потому что он Очень У нас было заведено Дома Писать стен газеты К разным семейным мероприятиям И поздравления в стихах Это было обязательно Ну там на 8 марта Это вообще святое дело Ну и каким-то там Круглым датам Семейным юбилеем Мы прямо рисовали Эти газеты С фотографиями У меня до сих пор Где-то Какое-то количество Этих газет Сохранилось Вот И поэтому Я какие-то Серьезные вещи Решил Что не Ну в общем Уже столько всего написано Что лезть туда Как-то В общем Смысла нет А какие-то Посвящения Там приветствия На те же фестивали А уж когда мы Погрузились в борзовку В которой писались Мюзиклы Вот там как раз Вот то что надо Переделки там На уровне КВН Или что-то такое Капустников Вот это вот Значит Там я стал Достаточно активно Этим делом Увлекаться И там Как-то там До каких-то таких Дошло до Песен Которые писались Допустим Вроде как Конкретному Какому-нибудь спектаклю Или там Мюзиклу А вдруг Какие-то из них Оказалось Что их можно петь В общем Сначала мы так Очень Дозировали Их где-то там Либо только в компании Либо чего-то Но потом вдруг Какие-то появились Которые Ну поскольку Они все в основном Такие с юмором В мюзиклу Вписались Ну где-то можно было И вставить И спеть И вдруг И вдруг В какой-то момент Мы на очередном Концерте В Питере Алексея Ивашенко Узнали про его Эту идею Переводов Переводов Басанов И вот это Вот это Было Сильное Тоже Потрясение И разворот Действительно В эту сторону Сначала Просто захотелось Петь то Что они уже Напереводили Потом Попытаться Они перевести Ли самим Ну а дальше Ну вот Переводы Уже с разных языков У нас появились И Ну просто Каких-то джазовых Опять же Под влиянием Мелочки Мы Стали как-то Уделять внимание Джазу И Вот появились Переводы Джазовых песен Появились переводы После поездки В Грузию Ну просто Одна из Сейчас Любимых тем У нас Две появились Песни Которые удалось Очень По отзывам Наших грузинских друзей Очень правильно И красиво Близко к тексту Перевести С грузинского По строчнику Естественно По их И вот Я сказал Что мы Пытаемся Уже год Записать Второй диск Который Рабочее название Времена года На разных языках Одну из таких Песен Здесь поется Сердцам Мы с вами И услышим Прямо сейчас Музыка Этери Челидзе Стихи Дудок Вишиане Поэтический перевод Геннадия Виксмана Музыка 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 Реки, горы и долины Здесь собрались воедино Здесь поется сердцам Поднимусь наверх, метеки Славою согрет Царь горгасами в доспехах Шлет нам свой привет На волшебных крыльях Голос мой парит И любовью сердце Ярко озарит Эти дни лазоль сплелись И позабыть нельзя Здесь на улочках Тбилиси Ждут меня друзья Здесь Мтацмин до нас встречает Мать Катли здесь оживает Здесь поется сердцам Реки, горы и долины Здесь собрались воедино Здесь поется сердцам Ах, элмера гусь А следующую песню, которая прозвучит в нашей программе Объявит сам Геннадий Пока ребята еще готовятся к записи альбома Мы используем концертные материалы В общем, послушав и начав петь песни в переводе Алексея Ивашенко Мы стали все больше и больше интересоваться этим пластом музыки И обнаружили, что есть еще большое количество непереведенных пацанов На которые нет переводов даже на английский В первую очередь их начинали переводить на английский язык Но в общем нету, тем более не говоря про русский язык И решили не замахнуться ли нам на Антонио нашего Карлоса Жабима И не перевести ли самим И в общем перевели Вот одна из первых пацанов, которую я попробовал перевести Подстрочник я естественно не владею пока еще португальским языком Но есть люди, которые им владеют В частности Роман Ланкин сделал замечательный подстрочник По которым, в общем, уже и был сделан вот этот перевод Это уже не Жабим Это Роберто Баден Пауэлл такой есть Автор в Бразилии Песня называется «Самба им прелюдио» «Самба с прелюдией» Мне без тебя Не жить, не любя Грущу без тебя Я день ото дня Я дым без огня Огонь без тепла Тепло без любви Любовь без крыла Ведь я без тебя Как песня без слов Корабль без витрин Поля без цветов Тоскую во сне Грущу на ялу Без тебя я, любимая, не живу О, как нелепо Заметает зима пеленой Наше лето Милый мой Где ты? Распахни свои руки опять Чтоб меня, как и прежде, обнять Мне так одиноко Позови, побегу, полечу Поплыву Знай, в этой жизни Без тебя я, любимый мой, не живу О, как и прежде, обнять Мне без тебя Не живу Не любя Заметает зима пеленой Грущу без тебя Наша лето Я тебе от огня Я дым из огня Заметает зима пеленой Заметает зима пеленой Распахни свои руки опять Знаю Тоску во сне Грущу наяву Без тебя я, любимая, не живу 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 ищу цели задачи в ближайшем будущем там униска не ставим цели да как что-то стрельнуло а интересно надо сделать так сделаем мы поскольку в общем не делали никогда из этого не пытались из этого делать все на зря до какого-то для слава богу есть там чем зарабатывать другим это очень любимое влечение в котором хочется быть но все-таки на каком-то приличном уровне и поэтому мы не знаю бывает такое что несколько месяцев вроде как не берешься там не за инструмент не не за пение то вдруг если какой-то волшебный пендель прилетела визитом и предстоящего фестиваля или вот опять записи какой-то наоборот хватаешься и лихорадочно там достаточно активно и ежедневно чего-то тире работе теряется поэтому мы не ставим никаких целей ставим цель чтобы было дай было движение возможности да вот так вот кататься встречаться петь и и петь друг друга и и и видеть пусть так и будет у нас есть очень такая компания мы называем узкий круг мы так человек до 20 с кем мы достаточно регулярно видимся в течение года и собираемся то ли просто без повода то ли повод мы найдем было компания да и с удовольствием встречаемся и знакомимся с новыми людьми вот сейчас мы съездили несколько раз на два таких разных абсолютно мероприятий вот мы были в калининграде на юбилею наши давние подруги галочки сергеевой и там познакомились с новыми людьми и но в общем очень так активный и близко сошлись поэтому выберу что как чего планировать и ждать самим двигаться надо двигаться на лежащее тело коньяк не течет браво 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 ну что ж я думаю на сегодня нам заканчивать давайте еще прям типа вот совсем совсем вот каратень что пожелаете слушателям в артраде во первых здоровье и во вторых тоже и в третьих тоже ну и конечно пусть это здоровье будет под любимую музыку пойте пойте все что нравится пойте даже ни в чем себя не ограничивать не но если кто не может петь подпевайте подпевать браво вот такая встреча произошла в конце 2021 года сегодня мы поздравляем геннадия с днем рождения желаем творческих успехов и всего самого замечательного пусть в семье вексманов как принято говорить в питере будет мир и лад поздравляем их с расширением в семьи совсем недавно 2 января них родилась внучка и пусть этот год будет счастливым а мы вместе с вами послушаем еще одну песню эта песня на музыку владимира ильина стихи геннадия виксмана в соавторстве с натальей нинашевой все исполнится песок обнимает волна в бесконечно прекрасном союзе и млечным путем пробираясь луна рассыпает по небу иллюзий там где к воде наклонится обрыв упиваясь соленой беспечности сможем поверить и мы до поры что удержать можно летом гости все исполнится и налет без слов полный ковши сосуда бездонного нам медведица в небе он близки алых парусов и волшебным огнем освещенные души светятся наши тела над землею парят отвергая закон тяготения и примеряя нехитрый наряд перед нашей судьбой как на сцене я пусть закружится твоя голова лишь подхватит безбрежная высота эта история вряд ли нова но мы живем каждый раз как цвиста все исполнится и нальет без слов полный ковши сосуда бездонного нам медведица в небе он близки алых парусов и волшебным огнем освещенные души светятся ночью едва ли нужны фонари если звезды глазища не сузили будем вдоль моря ходить до зари на песке собирая иллюзии в небо ночное лицо окуну выходя на последний судьбы поклон руки навстречу тебе протяну лишь подтвердит притяжение закон все исполнится и нальет без слов полный ковши сосуда бездонного нам медведица в небе он близки алых парусов и волшебным огнем освещенные души светятся все исполнится и нальет без слов полный ковши сосуда бездонного нам медведица в небе он близки алых парусов и волшебным огнем освещенные души светятся души светятся души светятся души светятся души светятся В, 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 в в, 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 в в, 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 в Барт-радио.